Отправная точка. Почему саммит БРИКС можно назвать историческим? Трехдневный саммит БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР 22-24 августа состоялся в Йоханнесбурге. И теперь уже смело можно говорить, что этот саммит стал историческим. О необходимости менять существующий миропорядок, основанный на правилах под запад, о важности движения вперед говорили уже давно. Но ощущение, что пояс наконец-то тронулся, появилось лишь сейчас. В преддверии саммита западные СМИ словно на перегонки строчили материалы о разобщенности и непохожести стран БРИКС. Разве возможна тесная координация государств, которые имеют столько различий? Разве можно управлять такой организацией? Управлять, вероятно, нельзя. Да и не в этом цель БРИКС, которая предлагает партнерство на основе равноправия, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела. Отправная точка для сотрудничества. Какие страны пополнят ряды БРИКС? Главным итогом саммита БРИКС можно назвать решение о расширении объединения. К настоящему времени заявки на членство подали более 20 стран. В Йоханнесбурге было заявлено о принятии в состав объединения с 1 января 2024 года шести стран – Аргентины, Египта, Ирана, ООЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Накануне саммита западные СМИ писали, что позиции стран БРИКС в вопросе приема новых членов разнятся. Якобы Россия и Китай настаивают на расширении, Бразилия и Индия относятся к такой идее с опаской. Кроме этого, у БРИКС не было четких критериев и процедуры приема новых стран. Однако, если трудности и были, то в ходе саммита все спорные вопросы удалось разрешить. «Объединение БРИКС открыло новую главу в своей истории», – заявил президент ЮАР Сирил Ромофоса в связи с решением объединения. «Расширение БРИКС является историческим событием и новой отправной точкой для сотрудничества», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин. «Я рад, что наши команды вместе согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры расширения. Включение новых членов в состав БРИКС послужит дальнейшему укреплению организации и придаст ему новую динамику», – сказал глава индийского правительства Нарендра Моди. «Наше разнообразие благоприятствует борьбе за новый мировой порядок в экономике. Мы будем оставаться открытыми для новых кандидатов», – сказал президент Бразилии Луис Инасио Лула-Дасилва. «Хотел бы поздравить наших новых членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. И хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали – по расширению влияния БРИКС в мире», – сказал президент Российской Федерации Владимир Путин. «Стоит ожидать, что это только первая волна расширения. Последуют и другие. Это подтвердил и лидер ЮАР. Как пять стран БРИКС мы достигли согласия по руководящим принципам, стандартам, критериям и процедурам процесса расширения БРИКС, который обсуждается уже довольно давно. У нас есть консенсус относительно первой фазы этого процесса расширения, и за ней последуют дальнейшие фазы», – заявил Ромофоса, которого цитирует ТАСС. В итоговой декларации БРИКС говорится, что глава МИД стран БРИКС к следующему саммиту объединения, который пройдет в 2024 году в Казани, поручено подготовить список перспективных стран-партнеров. «В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. Мы по поручению наших коллег будем выстраивать работу именно прежде всего со странами, которые подключаются к нашей работе в формате «БРИКС плюс Аутрич», – заявил Путин». Авторитет и позиция на мировой арене. Что известно о новых членах БРИКС? Критериями при обсуждении расширения БРИКС были вес, авторитет и позиция страны-претендента на международной арене. Об этом заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров, сообщает ТАСС. «Критерии и процедуры, которые были одобрены для стран-партнеров, они учитывались, конечно же. Но прежде всего в расчет принимался вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента на членство и, конечно же, ее позиция на международной арене. Потому что все выступают за то, чтобы мы пополняли наши ряды единомышленниками», – сказал дипломат. Лавров пояснил, что в числе единомышленников страны, которые верят в многополярность, в необходимость более демократичных и справедливых международных отношений, настаивают на повышении роли глобального юга в механизмах глобального управления. Согласно подсчетам ТАСС, группа БРИКС, пополнившись шестью новыми членами, станет обладателем 44,35% мировых запасов нефти. При этом у группы семи – США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония – всего 3,9%. Теперь на страны БРИКС приходится 48,5 миллиона квадратных километров, что составляет 36% площади земного шара. Это более чем вдвое больше, чем у G7. Совокупное население составит 3,6 миллиарда человек – 45% мирового, более чем в четверо больше числа жителей – Большой Семерки. Внутренний валовый продукт расширенного БРИКС по паритету покупательной способности будет достигать 65 триллионов долларов – 37,3% от мирового, у G7 – 29,9%. На БРИКС приходится практически половина мирового производства продовольствия. В 2021 году урожай пшеницы в этих 11 странах составлял 49% мирового производства, риса – 55%. У БРИКС также преимущества по доле в мировой добыче необходимых для высоких технологий металлов. На них приходится 79% добычи алюминия, у G7 – 1,3% и 77% добычи палладия, у G7 – 6,9%. Хотя после расширения на БРИКС будет приходиться 38,3% всего мирового промышленного производства, на G7 – 30,5%. Однако преимущество по доле экспорта останется за группой 7 – 28,8% против 23,4%. Чтобы не зависеть от западных систем, какие шаги предприняты в финансовой сфере? Помимо вопросов расширения БРИКС, важной темой саммита стало повышение роли национальных валют во взаимных расчетах, укрепление потенциала нового банка развития и пола условных валютных резервов БРИКС, а также совершенствование платежных механизмов. Президент Бразилии Луис Инасио Уладасилва ранее анонсировал планы лидеров стран БРИКС обсудить возможность использования альтернативных денежных инструментов для наращивания товарооборота между участниками объединения. Это позволило бы им наряду с использованием национальных денежных знаков снизить зависимость от внешних валют. Президент ЮАР Сирил Ромофоса, выступая в заключительный день саммита, заявил, что страны БРИКС дали задание Минфинам и Центробанкам своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основании национальных валют. Мы отметили, что существует глобальное движение к использованию местных валют в качестве альтернативы существующим схемам финансовых расчетов и альтернативных платежных систем. Как БРИКС мы готовы использовать возможности по улучшению стабильности, надежности и справедливости глобальной финансовой архитектуры. Приводят слова Ромофоса ТАСС. Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что про единую валюту БРИКС пока речи не ведется. Сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой Соединенными Штатами и их западными союзниками. Как указал Лавров, Запад доказал готовность злоупотреблять своим статусом эмитента резервных валют, чтобы достигать политических целей в нарушении всех правил свободного рынка, международной торговли и всемирной торговой организации. Министр также напомнил про проект пула резервных валют БРИКС. По его словам, это предсеча тех шагов, которые страны БРИКС планируют предпринимать. Речь о шагах по облегчению использования нацвалют, но самое главное – по формированию альтернативной платежной системы. Как конкретно она будет выглядеть, поручено заниматься министром финансов и председателем центральных банков. Они должны сформировать соответствующую рабочую группу и подготовить рекомендации для глав государств к следующему саммиту в Казани, указал Лавров. Как отметил российский лидер Владимир Путин, «Процесс дедоларизации на пространстве БРИКС становится необратимым. Набирает силу объективный, необратимый процесс дедоларизации наших хозяйственных связей. Предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. В прошлом году она составила всего лишь 28,7%, сказал он». На саммите БРИКС выступил и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он, в частности, заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы. По его словам, нынешние структуры глобального управления отражают вчерашний мир. Они в основном были созданы после Второй мировой войны, когда многие африканские страны были все еще под управлением колониальных держав. Это особенно относится к Совету безопасности ООН и Бреттон-Вудским институтам, сказал Гутерриш. Принятые по итогам саммита декларации, лидеры БРИКС обозначили свое отношение к введению односторонних санкций и торговых барьеров. Так, страны БРИКС отметили, что подобные рестрикции негативно отражаются на развивающихся странах. «Мы выступаем против торговых барьеров, в том числе тех, которые под предлогом борьбы с изменением климата водятся некоторыми развитыми странами», — говорится в документе. Мир и хлеб. Что еще обсуждали на саммите БРИКС? Во время саммита особое внимание уделялось вопросам продовольственной безопасности, которые имеют важное значение для африканских стран. Речь шла и о зерновой сделке, действие которой было прекращено этим летом. В итоговой декларации, принятой по итогам саммита, говорится, что страны БРИКС намерены усилить сотрудничество в сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности как внутри объединения, так и во всем мире. Лидеры БРИКС также отметили необходимость обеспечить глобальный доступ к продовольствию и устойчивость цепочек поставок. Выступая по видеосвязи на встрече в формате «БРИКС плюс Аутрич», президент России заявил, что его страна использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса. «Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями». «Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы внести свой клад в глобальное усилие по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса», – цитирует российского лидера ТАСС. Путин также сообщил, что Россия организует бесплатные поставки зерна в Африку, вопреки препятствиям и санкционным ограничениям. «Второй год подряд мы, слава богу, собираем рекордные урожаи зерна. Как и говорил, в ближайшие месяцы мы в качестве первой очередной гуманитарной помощи выделим шести странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и бесплатно его доставим», – вспомнил Путин о достигнутых еще на Петербургском саммите «Россия-Африка» договоренностях. «Сейчас переговоры с нашими друзьями по этим направлениям, по этим странам завершаются. Мы все это делаем, кстати говоря, вопреки препятствиям, которые нам чинят, невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей», – рассказал президент Российской Федерации. Путин подчеркнул, что африканские друзья могут быть уверены в том, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров, продолжит поддерживать наиболее нуждающиеся государства. Он также отметил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, если будут выполнены условия Москвы. Он напомнил, что в рамках зерновой сделки с Украиной только 3% зерна доставили в наименее развитые страны. Более 70% ушло в страны Евросоюза. В итоговой декларации БРИКС была затронута тема конфликта в Украине. В частности, в документе в «Позитивном ключе» отмечается африканская инициатива по урегулированию конфликта. Об украинском конфликте на полях саммита также упомянул глава Афросоюза Азали Асумани. Он заявил, что Африканский союз и БРИКС должны прикладывать усилия для прекращения конфликта в Украине, оказывающего влияние на весь мир. Азумани также призвал бороться с братоубийственными конфликтами на африканском континенте. О том, что страны БРИКС обеспокоены текущими конфликтами в мире, заявил президент ЮАР. Ромафоса отметил, что БРИКС выступает за мирное решение путем диалога. Центральной темой саммита стало развитие отношений со странами Африки. Страны БРИКС стали активно сотрудничать с государствами африканского континента, а также инвестировать совместные проекты. В условиях различных ограничений на полях саммита состоялся деловой форум БРИКС, в котором приняли участие более полутора тысяч человек из стран БРИКС и других стран мира. Этот форум был направлен на привлечение инвестиций, продвижение сотрудничества на африканском континенте и с другими странами БРИКС, сказал Ромафоса, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что страны Африки видят в партнерстве БРИКС катализатор развития. Страны БРИКС с их возможностями могут помочь Африке стать самодостаточной и независимой в области продовольственной безопасности за счет внедрения сельскохозяйственных технологий для развития аграрного сектора, заявил в свою очередь глава Афросоюза. Асумани добавил, что Африка не может смириться с такой ситуацией, когда она испытывает дефицит в продовольствии на 200 миллиардов долларов, ведь на континенте сосредоточено около 70% пригодных для возделывания земель. Принципы, от которых мы не отступим, как прошел визит белорусской делегации в ЮАР. В диалогах БРИКС Африка Аутрич и БРИКС Плюс участвует и Беларусь, которая уже направила официальное обращение о приеме в объединение. На нынешнем саммите БРИКС белорусскую делегацию возглавил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алийник. Дипломат провел ряд двухсторонних встреч, в том числе с президентами Ирана, Бразилии и Эритрии, премьер-министром Бангладеш, а также своими коллегами из Китая, Индии, Кубы, Экваториальной Гвинии, Саудовской Аравии. В ходе диалогов БРИКС Африка Аутрич и БРИКС Плюс Алийник заявил, что Беларуси есть что предложить БРИКС. Страна готова активно работать по всей повестке. Белорусский дипломат отметил, что сегодня, когда происходят процессы глобальной трансформации, первостепенная роль должна принадлежать структурам, которые не множат разделительные линии, а признают солидарную ответственность за наше настоящее и общее будущее. Как никогда миру нужны организации и платформы, участники которых не противостоят друг другу, а вместе ищут пути для развития сотрудничества и движения вперед. Именно так Беларусь видит БРИКС, сказал министр. Беларусь импонирует инклюзивность и ориентированность объединения на общность интересов, равенство и солидарность всех его членов. За этим будущее, а дискриминация и неоколониальные подходы должны остаться в прошлом, подчеркнул министр. Он озвучил ряд тезисов о том, по каким направлениям возможно развитие сотрудничества и каким образом Беларусь готова подключиться к совместной работе в рамках объединения. Беларусь поддерживает и сама генерирует инициативы, нацеленная на построение более справедливого и безопасного мира в глобальном и региональном измерениях. Последовательно выступает за многообразие путей развития. Готовы консолидации усилий со странами-участницами БРИКС на этих важнейших направлениях. Мы не создаем никому угрозы, не генерируем напряженность. Мы выступаем за мир, созидание и устойчивое развитие. На протяжении почти десяти лет мы предпринимаем практические миротворческие усилия в своем регионе, о которых многим в этом зале известно, сказал Олейник. Справедливое мироустройство, мирное существование, неделимая безопасность и взаимное уважение – принципы, от которых мы не отступим даже несмотря на беспрецедентное незаконное давление, которое на нас оказывают. Глава МИД также отметил, что Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту IT-услуг на душу населения. Является значимым на мировом рынке производителем продукции, машиностроения, горнодобывающей, сельскохозяйственной техники, химической и нефтехимической продукции, а также продовольствия. Мы надежный партнер для взаимной торговли и инвестиций, реализации совместных проектов с членами БРИКС и всеми странами в Африке. Мы готовы делиться своими знаниями и делаем ставку на совместную взаимовыгодную работу и кооперацию, подчеркнул министр. Еще одна важная сфера, на которую обратил внимание олейник – продовольственная безопасность. Беларусь готова вносить существенный вклад в поддержание международной продовольственной безопасности, в том числе в странах, участвующих в нынешних диалогах в столице ЮАР. Глава МИД напомнил, что Беларусь является одним из мировых лидеров в производстве калийных удобрений. До 2022 года доля нашей страны в мировой торговле калием составляла 20%. В прошлом году она сократилась до 9%. Это произошло из-за введенных рядом стран Запада незаконных ограничений на его транспортировку. В результате сложился дефицит удобрений в мире, произошло их удорожание, констатировал глава МИД. Доля Беларуси на африканском рынке калийных удобрений в 2022 году упала с 42% до 3%. Это привело к падению урожая зерновых в Африке на 16%. Стремясь обеспечить наши совместные интересы и пытаясь не допустить, чтобы в угоду западным амбициям страдали другие государства, мы ищем новые логистические цепочки для восстановления поставок удобрений. Однако для этого нужны нестандартные решения и новые инструменты. Готовы к их поиску совместно с вами, наши уважаемые партнеры, заявил Олейник. Белорусский министр заявил о поддержке стремления стран БРИКС к расширению взаимодействия в области логистики и трансграничной электронной коммерции. Страна также готова присоединиться к усилиям БРИКС по увеличению взаимных расчетов в национальных валютах и созданию общих платежных инструментов. Доминирование в международной торговле доллара и евро несет все больше глобальных рисков. Финансовая политика их эмитентов не вызывает доверия. Развивающиеся страны должны быть защищены от произвола и иметь возможность спокойно торговать, сказал Олейник. По его словам, ключевую роль в этом процессе могут сыграть новый банк развития БРИКС и его инициатива финансировать больше проектов в местных валютах. «Мы заинтересованы начать работу по вступлению в эту молодую, но очень перспективную международную финансовую структуру», сказал министр. Убежден, что решению стоящих перед нашими странами задач способствовало бы сопряжение усилий различных региональных форматов, имеющих созвучные цели и подходы. «Видим такой потенциал взаимодействия в синергии между БРИКС, ЕС, ШОС, возможно и других региональных форматов», отметил руководитель Белорусского внешнеполитического ведомства. Олейник предложил подумать о практической реализации инициативы президента Республики Беларусь о проведении совместного саммита этих объединений. Прогресс впечатляющий. Каковы итоги саммита? Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, Путин заявил, что согласование итоговой декларации БРИКС шло непросто. Тем не менее, «пятерке» удалось прийти к консенсусу по ряду вопросов. Несмотря на всю разность, о которой так много говорили на Западе. Участники саммита констатировали, что встреча в ЮАР не просто оказалась успешной, а впечатляющей. Об этом в частности заявил президент Бразилии. Лола Дасилва заявил, членами «пятерки» впечатляющим. «Многие утверждали, что мы слишком разные, чтобы прийти к общему мнению. Опыт, однако, свидетельствует об обратном». Приводят его слова ТАСС. По мнению Лола Дасилва, различия между участниками БРИКС лишь способствуют укреплению борьбы за новый мировой порядок, учитывающий экономический, географический и политический плюрализм 21 века. Он подчеркнул важность достигнутых в Йоханнесбурге договоренностей, отметив экономический потенциал расширенной пятерки. Теперь ВВП БРИКС по паритету покупательской способности вырастет до 35% от мирового, а его население будет составлять 46% от населения планеты, сказал Лола Дасилва. Он подчеркнул, что данный формат будет открыт для новых участников, критерии к которым были определены в ходе текущих встреч лидеров. Среди других важных результатов Йоханнесбургского саммита бразильский лидер также выделил создание рабочей группы для изучения вопроса введения единой расчетной валюты объединения. Данная мера может расширить наши платежные опции и сгладить наши слабые стороны, пояснил он, пожелав БРИКС стать движущей силой нового, более справедливого миропорядка и неотъемлемым участком борьбы за мир, многосторонность и верховенство международного права. Об успехе саммита говорят и эксперты. Почетный научный сотрудник экспертного центра ОРФ в Нью-Дели Нандан Уникришнан заявил ТАСС, что саммит БРИКС доказал его состоятельность и признание на международной арене. Это успешный саммит. Страны БРИКС договорились о расширении. Они долго обсуждали это, были разные мнения, но в итоге компромисс был найден. Это достижение, и оно также показывает, что БРИКС в глазах других стран имеет определенный вес, потому что более 20 стран выразили желание присоединиться к нему. После многих лет в публичном поле, очевидно, БРИКС показал свою состоятельность, стал признанной международной организацией, заявил Уникришнан. В свою очередь, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Картунов назвал прошедший в Йоханнесбурге саммит уникальным. Наверное, любой саммит БРИКС может считаться историческим в том или ином смысле. Но саммит, который прошел в Йоханнесбурге, конечно, является во многом уникальным. 15-й саммит, то есть БРИКС становится тинейджером. Это опасный возраст и для человека, и для организации. Это первый саммит с начала пандемии, который прошел в очном формате. Это саммит, вокруг которого было как никогда много разных спекуляций, ожиданий, связанных и с тем, как будет представлена Россия, и с тем, как будет представлена Индия. И, конечно, главной интригой саммита стало расширение состава БРИКС, сказал эксперт «Известия». По его мнению, расширение БРИКС создает новые возможности, но вместе с тем и порождает новые вызовы для организации. Здесь, наверное, важнее всего обратить внимание на стремление стран-участников к расширению взаимной торговли, постепенной дедоларизации этой торговли, к расширению взаимной инвестиционной деятельности, в том числе и на базе различных многосторонних проектов. Если говорить об итогах БРИКС за последние годы, то, наверное, одним из наиболее удачных проектов стала работа нового банка развития. Новая структура, основанная на принципах, отличающихся от принципов, скажем, Всемирного банка или Международного валютного фонда. И эта структура оказалась очень привлекательной для многих партнеров. И, конечно, после саммита будет новый импульс развития не только самого банка, но и тех проектов, которые вокруг банка будут формироваться, сказал Картунов. В современную эпоху глобальных перемен именно страны БРИКС становятся все более влиятельными игроками в мировой геополитике. Участие Беларуси в БРИКС позволит расширить экономические и торговые связи со странами-участницами, заявил Белта член Совета Республики Александр Ляхов, комментируя саммит БРИКС в ЮАР. Сегодня БРИКС – это самодостаточный и сильный клуб государств, проводящих независимую политику, стремящихся к справедливому мироустройству. О влиятельности объединения свидетельствует и тот факт, что четыре из пяти его членов входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения. Это страны с наиболее быстро развивающимися экономиками в мире. В современную эпоху глобальных перемен именно страны БРИКС отличаются большим динамизмом, высокой пассионарностью и становятся все более влиятельными игроками в мировой геополитике, сказал Александр Ляхов. Участие в БРИКС позволит Беларуси расширить экономические и торговые связи со странами-участницами, которые имеют огромный рынок с высоким потенциалом роста. Сотрудничество с такими мощными игроками позволит нарастить объемы экспорта, поможет диверсифицировать наши экспортные рынки, снижая зависимость от отдельных стран или регионов. Например, на страны БРИКС приходится до 45% мировой сельскохозяйственной индустрии. Это открывает перспективы для развития белорусского машиностроения, экспорта калийных и других удобрений. Интересен для Беларуси и опыт решения странами БРИКС проблемы импортозамещения. Это позволит извлечь полезные идеи для развития отечественной промышленности, даст толчок экспорту и освоению современных технологий, отметил сенатор. БРИКС предоставляет и возможности для участия в инвестиционных проектах, ведь страны, которые являются ведущими игроками организации, имеют значительные резервы капитала и заинтересованы в поиске новых прибыльных инвестиций. Беларусь может предложить им перспективные проекты в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, промышленность, энергетика и туризм. Дополнил Александр Ляхов. Двусторонние отношения между странами-членами этого союза строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды. А это совпадает с основными направлениями белорусской внешней политики. В целом, участие Беларуси в БРИКС предоставит множество новых возможностей. Важно активно их использовать, продвигать свои интересы в рамках организации и развивать отношения с каждой страной-участницей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова